Я читал, какая-то история была, что вы провалились в калинализационный коллектор. Я стою с посохом, хлопаю по земле с криками «Прощайте, друзья мои!» И в этот момент посох улетает. Я чувствую, что из-под меня проваливается земля, меня что-то сбивает. Я ничего не вижу. Я говорю, ну вот, дедушка ослеп. Андрюшенька, к сожалению, Снегурочки не все выдерживают нагрузки. Я первый раз зашиваю Деда Мороза, говорю, а еще в бороде. Это было так смешно. Появился персонаж Дед Мороз, но дети его боялись. Всю свою жизнь я прожил в интернате. Запарализованными начал убирать, мыть, помогать, менять подвозник, делать уколы. Опухоль мозга, да, нашли и сказали, если с таким образом в жизни, который ты ведешь, тебе осталось очень недолго. Дорогие зрители, Володя Смирнов не самый хороший человек на свете. Добрый вечер, друзья. У нас сегодня вечер-то особенный, такой исключительный, который ждешь целый год. Ждешь сегодня 31 число. И, конечно, в гостях у нас сегодня гость необычный, Кохомский Дед Мороз. Здравствуйте, Дед Мороз. Здравствуйте, дорогие друзья. А ведь я помню вас маленького. Вы сидели у меня на коленочках, Андрей. Читали стишочек, такой же вот милый, добрый и отзывчивый. В подтяжечках, да. Это было очень забавно и очень красиво. Вы до сих пор помните эти стихи? Нет, стихи забыл. Но я подучу обязательно. Ну, ничего. У вас целый год будет, чтобы выучить новые стихи. Дедушка, ведь у вас проект уже давний, Кохомский Дед Мороз. Совершенно верно. В 2002 году. То есть это уже 19 лет назад. Ой, да вы уже совершенно летний, да. Ну, представляете, есть немножко такой. Да, я давно уже как лет сто. Совершеннолетний. Вот. А в 2002 году родился проект Кохомский Дед Мороз. Тогда я был обычным молодым человеком, который проходил практику радиомехаником в ДК. Об этом мы поговорим чуть позже. Вот говорят, что Владимир Путин, наш президент, прямо как вас увидел, обомлел, растрогался и, значит, обниматься стал. Правда ли? Ну, это, как вам сказать. Дело в том, что мы все люди. А волшебство, как я всегда всем говорю, волшебство делают не волшебники, а обычные люди, причем каждый день. У нас была встреча в 2019 году в замечательном городе Сочи на Международном форуме добровольцев, где в этом году я получил первое место в народном признании как волонтер, как доброволец. И нас пригласили на встречу с главой государства. Моя задача была рассказать про свой проект, как я работаю, а также попросить Владимира Владимировича поддержать нашу школу «Зимнего волшебника». Я пытался сообразить, как мне подойти-то после этой темы. Я, Владимир Владимирович, он поворачивается, я говорю, поздравляю вас с Днем добровольца 5 декабря. Он такой, да, спасибо. Все такие, с Днем добровольца. Я говорю, замечательно. Я такой, а еще с наступающим Новым годом и Рождеством Христов на правах Кохомского Деда Мороза. И начал про свой проект говорить. Но, повторяюсь, мы все люди, и я сделал ошибку. Я не назвался, как меня зовут. Представил, что я Дед Мороз. Ну вот, так получилось. И он поворачивается ко мне и спрашивает, а звать-то как вас? Когда я вам все рассказал уже. Я говорю, Владимир Петрович. Он говорит, Владимир Петрович, молодец, да я тебя обниму. Это не первая встреча Владимира Смирнова с президентом. В прошлом году он стал победителем конкурса «Доброволец России» с проектом школы социальных Дедов Морозов. Вот у нас была прямая линия, и там я предложил всем похожим проектам, которые были вдохновлены моим проектом и так далее, Дедом Морозом России объединиться. И попробовать поздравить всех детишек с ОВЗ, чем, собственно говоря, я и занимаюсь. Также детей оказалось в тяжелой жизненной ситуации. Но в первую очередь мы хотели еще поздравить детей врачей, которые сейчас борются на передовой. Понимаем, что сейчас у нас ковидное время, эпидемия идет, и детишек, конечно, безусловно, надо поздравлять. Особенно тех, кто сейчас один, без родителей. Ведь врачи, они и в празднике работают, и днями, и ночами их дома не бывает. Поэтому такое вот внимание уделить, конечно, было важно. За что президент Владимир Владимирович поддержал данную инициативу? Мы объявили Новый год в каждый дом. Официально было выделено 80 тысяч подарков детям врачей. У нас по Ивановской области разнесли 800 подарков детям врачей. Но добавился бизнес, ребята помогли, и мы раздали более 375 тысяч подарков. Я посмотрю, что можно сделать в вашем случае конкретно. Но и сам подумаю тоже на эту тему. Как сделать так, чтобы Новый год был в каждом доме, несмотря на известные ограничения, связанные с пандемией. Я считал, у вас вообще вот эта очень жаркая пора, где-то с середины декабря по середину января. Я посчитал, что Кохомский Дед Мороз вообще спит по 3 часа. Да, сплю я очень мало, мне приходится поздравлять. Не приходится, я с радостью это делаю. Я очень много езжу по городам, очень много поздравляю, где меня только не просят. Конечно, разорваться невозможно. Невозможно быть во всех местах. Поэтому я рад, что у меня есть братья Деда Мороза, которые мне помогают. Кто-то Снегурочек, который выдерживает такие же нагрузки, как вы? Или их несколько у вас? Ох, Андрюшенька. К сожалению, Снегурочки не все выдерживают нагрузки. Работаю я круглогодично, но особенно, конечно, упор идет на новогодние праздники. Не все Снегурочки могут выдерживать работу в хосписах. Приходите, допустим, к болящим детям, если меня зовут. Потому что есть очень сложные такие ситуации. Мы их не фотографируем, не снимаем. Просто поздравляем. У меня есть разработанные техники, как с такими детишками работать. Есть детишки с психологическими расстройствами, такие как аутизм. Это не заболевание, это психологические расстройства. Но нужно уметь подходить к таким детям. Есть дети непосредственно с ДЦП, есть дети олигофрения, условно, кретинизм и так далее. То есть очень много всяких заболеваний, очень нехороших. Но с детьми с разными приходится по-разному работать, по-разному общаться. Но к ним нужно относиться непосредственно так, как бы ты общался с совершенно здоровым ребенком. То есть с одной стороны. Но с другой стороны знать правила определенные. Вы ходите иногда вот к таким деткам в хоспис. Это такая тяжелая тема. Ведь наверняка бывают даже случаи, когда вы приходите к ребенку, и ему, в принципе, получается, у него жизни осталось совсем чуть-чуть. И он верит в это чудо. Просят дети жизни, здоровья. Вы знаете, дети немножко по-другому относятся к этому вопросу. Если мы сейчас говорим про эту грустную тему, она немножко табуированная, особенно в празднике. Но все-таки я скажу, дети относятся с пониманием, с верой. Они прекрасно все осознают. И они просят не это. Они просят немножко другое. Они просят веры в то, чтобы я, допустим, прихожу, как Дед Мороз, они просят меня продолжать делать доброту. Они просят, чтобы я не останавливался ни в коем случае. И, вы знаете, случаются чудеса. Кто-то, кто верит действительно, вот по-настоящему волшебству, у них что-то происходит вот такое вот необычное. Допустим, ребенок, к которому я пришел, это не в нашем городе, а пришел к одному ребенку в хоспис, и мы общались с ним. Я его поздравлял. Причем это было летом. Ему сказали, что у него там ограничено тоже по времени. Мы с ним общались. И он загадал желание, чтобы к нему позвонил отец, пообщался с ним, потому что он его давно не слышал, не видел. Но так получилось, что отец, видать, все в жизни бывает. Да, что вот он из семьи ушел, и как бы ребенок остался только с мамой. И вот они вдвоем. А ему очень хотелось пообщаться. И вы не поверите, в мгновение, когда он схватился за волшебный посох, раздался звонок, и позвонил его родитель, отец. И там мы сидели все просто, мам, пап, мы все там плакали, просто сидели, потому что это действительно как чудо какое-то произошло. Я вам более скажу. Не было снега под Рождество. Ну, вот так все растаяло. Это я в какой год не помню. Ну, вот был. Ивановцы помнят хорошо этот момент. Когда снега не было под Рождество, все растаяло. Вот такой теплый декабрь оказался. И, собственно говоря, я выхожу перед храмом Святого Николая и начинаю свою песню с припевом. Как всегда, музыка. Я выхожу, детишек человек, может быть, там 100-150 там собралось. И я там начал говорить слова, где, допустим, падает снег. Кружат снежинки, мороз приятно колет нелицу. И в этот момент, как только я сказал, кружат снежинки, со всех сторон у храма на площади хлопнул снег. Прямо вот так вот мгновенно просто обрушился мгновенно. Вот этот крик детей на снег. Потому что такое придумать невозможно. Жизнь, она пишет сценарии, которые в фильмах не снимешь. Это чудо, когда... Да, я стою, у меня само захватило дыхание. Вот я понимаю, что это чудо, это волшебство. У вас наверняка разные случаи вообще уже были. Я читал, какая-то история была, что вы провалились в калининализационный коллектор. Ну, там эта история... Расскажите, ну, что это? Она... Ну, как это... Вы заспойлили все. Собственно говоря, вы уже рассказали историю. Ну, дело как было. Это, скажем, условно... Я не буду называть, что за город, дабы не дискредитировать там местную власть. Это было то ли в 2004 или 2005 году. Собственно говоря, мы стояли на площади. Там человек может быть 300, может чуть больше. Стою, вокруг меня много народу. Я с посохом. Всем спасибо за внимание, за задор и звонкий смех, за огонь соревнований, обеспечивший успех. Будет краткая моя речь. Говорю всем до свидания, до счастливых новых встреч, друзья. А темно было. Только фонари светили меня, видно хорошо, и снег прошил. Хлопьев крупные. Я стою с посохом, хлопаю по земле с криками «Прощайте, друзья мои!» И в этот момент посох улетает. Я чувствую, что из-под меня проваливается земля, меня что-то сбивает. Удар какая-то непонятная там. Ну, даже не боль, а просто я что-то ударился, как чего-то. Но я помню, что я стоял. Чувство свободного падения и звук вокруг толпы. Ух! И тишина. Ну, где-то машина там на заднем фоне. Я говорю, спецэффект. Значит, снег поднялся клубами. Буквально через пару, может быть, 5 секунд, 10 секунд. Ну, мне тогда, я в темноте, не очень понимал, что происходит. Я поворачиваюсь, и я ничего не вижу. Я говорю, ну вот, дедушка ослеп. Причем я так с юмором это все относился. И я понимаю, что я стою. Вот. Но как-то это смешно и больно. Потому что ноги болят. И сверху голос. Живой, вой, 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 вой. Я такой, что? Думаю, боже мой. Поднимаю гол наверх. А там такие лица и круг такой. Живой! Я такой, живой! Оказывается, да. То есть, там просто доска лежала. ДВП-шная. А под моим весом она просто проломилась. Когда я треснул по ней посохом. Сложилось вдвое. Подняла снег. Снег прошил. Я улетел вниз. Ну, вытаскивали весело. Вот. Чтобы там дети не видели. Быстренько меня на санках. И ээээ. Дед Мороз уехал. Но сказали, что это спецэффект. Но было весело. Вот. И такие случаи постоянно. Трамп-то была серьезная? Да нет. Ну, когда привезли в трамп-пункт. Добрый доктор, хирург. Женщина тогда была. Собственно говоря, когда, говорит, начала, говорит, там мне там это по ноге прошло. Меня там арматуринное задело слегка. Вот. Говорит, я первый раз зашиваю Деда Мороза. Говорит, а еще в бороде. Это было так смешно. Мы так это смеялись. Ну, так эту ногу мне это слегка арматуринкой задело. В этом люке. А так в целом, нет. Нормально. Смешно было. Вытаскивали как? Вытаскивали забавно. Сначала мне спустили газировку в пакете с этим, как его, с блинами. Вот. Дабы Дед Мороз это как его согрелся. Да. А потом начали мужики пытаться вытащить. Не получилось. Я ногами подергал там. Ну, чуть-чуть это. Они подтащили эту стрелу. Я за него хватился. Грант, что ли? Да. Я за него хватился. Собственно говоря, подтащили. А они уже подмышки меня и вытащили. Ну, мы смеялись очень сильно. Это было забавно. У тебя-то вот эта история как началась? То есть, ты начал ухаживать за инвалидами. Почему? Как это вообще все? Ну, я всегда помогал как социальный работник. Ну, если меня просили, у меня было, скажем так, семьи, к которым я приходил как, ну, не знаю, просто как социальный работник. Я не получал денег. Ну, ты же не состоял никакой перекоси. Ну, нет. Нет, просто просили, да, вот там, Володь, ты можешь прийти там поухаживать за, условно, там, вот, бабушкой. На меня некоторые социальные работники смотрели, как будто я за квартиру хожу. Да, да, такие это. А я просто убираться приходил. А потом за парализованными начал убирать, мыть, помогать, там, менять подгузник, делать уколы и так далее. То есть, опыт появился. А вот, слушай, вот ты сказал, вот ты начал ходить по этим семьям, которые тебя приглашали, да, где были инвалиды. Я просто помню одно из интервью Чулпан Хаматова. Она говорит, я вот в определенный момент поймала себя на такой мысли, что ты вот, чем больше ты открываешь вот этих, ну, таких вот, каких-то трудных ситуаций, бед, несчастья, у тебя ощущение, что это бездна, она просто, ну, бесконечная. То есть, ты уже понимаешь, что ты не справляешься. У тебя было такое ощущение, что как бы все больше и больше и больше, и все, уже ни рук, ни сил, ничего не хватает. У меня каждый день такое ощущение, я шучу. На самом деле, я понимаю, что один в поле воин. Да? Как бы оно там ни было, начинал я один, взял мешок, попросил социальной защиты. У нас машинка сломалась, обойдешь, Володя? Я вот вместе с социальным работником, у нас два мешка, у нас 34 ребенка, ну, условно, я сейчас точно, ну, 34 вроде было, да. Я беру мешок и пешком в костюм Деда Мороза по кухме. Обошли, раздали подарки. И вот, когда приходишь к такому ребенку, он лежит или сидит, условно, говорить не может. Вот, у него там слюньки, да. Он очень пытается к тебе тянуться своими ручками. И вот тогда я почувствовал, как мне Господь дал дар общения с детьми по глазам. И я посмотрел в глаза, и я понял, что ребенок желает. И сейчас, когда ко мне ребенок подходит, я могу рассказать все про него. Как он учится, что он любит. Ну, а вы откуда знаете? Ну, Дед Мороз. Ну, иногда говоришь, что я психолог. Ну, я же действительно, у меня высшее психологическое образование. И действительно, ну, это с опытом приходит, когда ты смотришь на людей, и ты понимаешь, кто он. Есть закрытые типы людей, их сложно прочитать. Вот, кстати, многие гадалки, всякие псевдоэкстрасенсы этим пользуются. Кто, у кого есть дар общения. И не считать человека. Вот, а ребенок, который не может говорить. И вот это я понял, что он говорит, ребенок мне, ну, по сути, говорит со мной. Он сказал мне, приди ко мне еще, я тебя буду ждать. Дед Мороз, приди ко мне. Вот, я хочу тебе сейчас стихотворение рассказать. Я не могу, но я хочу. И вот он губками пытается сказать. И я для себя сказал, я приду к тебе в следующем году. И уже с 2003 года, 4, 5, 6, вот уже 2022 на носу, уже почти вот он наступил. И я понимаю, что я до сих пор буду ходить. Мне тяжело, да, непросто. Поэтому я и объявил Новый год в каждый дом, чтобы объединить все похожие проекты. Я хочу, чтобы волонтерство само по себе не существовало. Странно. Да. Я сказал, я хочу, чтобы оно не существовало, а было нормой, чтобы оно было в воспитании детей. Как говорил Михалков, сегодня дети, завтра народ. Сегодня мы должны воспитать детей так, чтобы они понимали, что помочь другому, кто нуждается, это норма, а не модно. Как это сделать, практически непонятно, потому что словами это невозможно. Воспитывать детей. Вот я работаю сейчас в Центре детского творчества в городе Шуэ. У нас есть волонтерский клуб «Факультет добра». Туда приходят старшеклассники. Взрослые, взрослые уже дети, примерно там я принимаю 12 до 17, условно, 18 лет. Дети, с которыми мы делаем волонтерские акции. Я им рассказываю, встречаемся с интересными людьми. Я сам родитель, и эти ужасные родительские чаты, и там, когда, например, стоит вопрос где-нибудь, чуть-чуть прибраться в классе, поднимается, скажет жуткий вой. Как это, мои дети, там у вас есть уборщица. Да, уже там есть сотрудники, которые должны... Да не ради сотрудников, да уберется. Понятно, что там и педагог пойдет, подметет, помоет пол, и там уборщица придет, да директор сама выйдет, будет мыть пол. Все это понимают, что у нас должна быть чистота детского учреждения. Проблема не в этом. Проблема в том, что твоему ребенку пытаются в воспитательных целях дать понять, что за собой надо убираться. Ты когда сам убрал, ты и не будешь гадить. Совершенно верно. Ты за собой всегда будешь оставлять чистоту, потому что ты не хочешь, чтобы потом тебе еще раз убираться. Надо учить. Понятно, что я сам дома выучу. Ну, окей, пожалуйста. Я тебе прошу сразу прощения, такая непростая тема, сложная. Я знаю, насколько, что у тебя, когда стало раскрываться вот это все волонтерство, начались и головные боли, и обмороки, и был поставлен очень сложный такой диагноз. Можешь рассказать об этом? Ну, да, в свое время сначала мне поставили диабет с сахаром, потом начали смотреть. У меня изначально с детства были проблемы, скажем так, с воспалением некоторых частей, там, оболочки мозга, это называется архноидит. Вот. Там обнаружили кисту. Вот. Потом посмотрели, там, гипофиз изогнулся. Это вот уже где-то ближе к 10-м годам. Вот. Сказали, что там обнаружили... Ее не назвали злокачественной, ее назвали большой доброкачественной, да, макро. Макроному. Это опухоль мозга. Опухоль мозга, да. Нашли, сказали, если с таким образом в жизни, который ты ведешь, тебе осталось очень недолго. Ну, вот, типа себя загонять не надо. Ну, вот. Ну, я стараюсь, бегаю, и наоборот, если я сижу дома, мне становится плохо, и я просто в прямом смысле начинаю гнить. Вот. Мне нужно заниматься чем-то, мне нужно бегать, мне нужно быть активным членом общества. Это меня спасает. Как говорил Серафим Саровский, спаси себя, и ты спасешь тысячи. Вот я стараюсь спасаться. Спасаться через какую-то определенную, там, доброту, общественную деятельность, через, может быть, улыбки, радость, да, через позитив, через какой-то. Поэтому, если вы занимаетесь добрыми делами, это спасает душу. А вот когда такой диагноз ты получил, у тебя не было ощущения такой обреченности? Ну, я как-то воспринимал это. Да, меня немножечко порвало. Эмоционально. Но подвытащило потом на то, что я решил, что я посвящу определенное время детям, посвящу свою жизнь, скажем так, как можно больше сделать добрых дел. Я сейчас, опять же, это просто со стороны смотрится, как будто я пытаюсь нахвастаться или что-то там про себя сказать, мол, вот смотрите, какой я хороший человек. Дорогие зрители, Володя Смирнов не самый хороший человек на свете, я такой же грешник, я также где-то себя балую и где-то там могу... Ну, не всегда я везде могу быть, где-то мне приходится отказываться от помощи в плане помочь, потому что я не могу найти там 10 миллионов на операцию ребенка. Ну, вот мне писать приходится. Или я не могу ко всем детям прийти, я тоже пишу об этом. Вот. Я не совсем хороший человек. Вот. Я для себя это понимаю. Ну, опять же говорю, делая добро, мы все-таки для себя. Ведь это делаем в первую очередь не для кого-то, а для себя спасаемся. Вот смотрите, вы, у волонтера есть, у добровольца всегда есть понятие кредит добра. Да. Вот. А ты бабушку через дорогу перевел, ну, вопрос, надо ей или не надо, это же другой, да, вопрос. Ты ее через дорогу перевел, и тогда, Андрей, ой, дай бог тебе здоровья, внучок, вот этого. И ты стоишь, ты такой, про себя, я молодец, я получил обратку. Вот здесь то же самое, ты, когда ты не получаешь ответа, ну, или она, допустим, такая на тебя посмотрела и пошла, ну, мол, типа, ни спасибо, ни привета, и ты про себя думаешь, я что-то не то сделал, или что-то как-то вот, спасибо-то не было, не прилетело. Настоящий волонтер не ждет спасибо, он сделал и уходит. Я же волонтер идейный, я за идею бегаю, мне вот нравится, я понимаю, что так надо. А иногда, вот, как ты сказал, ручки опускаются, когда нет никого. Это всегда происходит. Ты понимаешь, что ты беззащитный, один. Тебе не справляются, у тебя нет ни машины, ничего, ни денег, ни машины, но ты все равно встаешь, идешь, ты не можешь встать с утра. Ты себя заставляешь, вот так поднимаешь, надо, одевайся там, иди, иди. Никто это не сделал, дети от тебя ждут. Ты должен. А вот ты ходишь вот по этим детям со сложными диагнозами, по хосписам, у тебя вот не выгорает потом эмоционально внутри? Как это вообще восстанавливаешься после всего этого? Это же столько, в принципе, вот это вот переобмен энергиями. Да. Постоянно идет эмоциональное выгорание, мощное причем, поэтому многие с этим не справляются. Ну, собственно говоря, я тоже где-то там, условно, под 15 января чувствую себя как полностью выжатым, да, эмоционально выжатым, безэмоциональным. То есть, ну, мало того, что хриплым, а я хожу вот так вот там неделю, потому что все, голоса нету, как этот джекмен удачи, разговариваю. Ну, то же самое, голоса нету, потому что сорвешь на этих мероприятиях. Ну, по факту, как выйти из этого состояния? Переключаюсь. Переключаюсь с одной деятельностью на другую. Я никогда не зацикливаюсь на одном. Я стараюсь не циклиться. Вот Новый год у меня прошел, условно, я его закрыл. Все. Я отрабанил. Я понимаю, что я выполнил максимально из возможного. Я себе поставил цель. Миссию не выполнишь. Она недостижима. Один только человек достиг миссии. Иисус Христос. Он стал миссией. И на него все хотят быть похожими, преподобными становятся, да. То есть, священнослужители, наши дорогие батюшки, для них образ – это миссия Иисус Христос. А я свою миссию, я не смогу ее достичь. Я понимаю, что я не смогу сделать всех детей счастливыми. Вот это невозможно. Ну, как-то выгораешь, да, надо переключаться. Спасибо тебе большое за разговор. Спасибо. Вам спасибо, что приглашили. Вам огромное спасибо, что пригласили сюда попить этого вкусного чая. Пообщаться очень приятно. Я надеюсь, у нас помимо Нового года и всего остального будет момент, где мы пообщаемся на другие темы. Обязательно. Друзья, спасибо вам за то, что были с нами. Поздравляю вас с наступающим. Мир вашему дому. Пусть в главном у вас все получится. Спасибо. Дорогие друзья, от всего своего дедоморозовского сердца, я, Кохомский Дед Мороз, хочу пожелать вам доброты, радости, улыбок, мира, мирного неба над головой. Я хочу пожелать вам силы терпения. Я хочу пожелать вам, чтобы сбывали все ваши мечты. Они сбудутся обязательно, если они искренние и добрые. Я хочу, чтобы в вашем доме всегда горел теплый, горячий домашний очаг. Чтобы рядом были те, кого вы по-настоящему любите и цените. Обнимайте друг друга, жалейте друг друга, любите друг друга. И тогда в 2022 году все будет волшебно. Сказочных вам праздников, дорогие мои. С наступающим новым уже 2022 годом. И с Рождеством Христовым. Счастья вам, дорогие жители Ивановской области. Мы вас очень сильно любим.